Привет! Сегодня расскажу о том, что делать, если вас укусила кошка или собака, о том, чем такие ситуации могут быть опасны и что делать, если с вами это произошло. Я думаю, все вы слышали о бешенстве. Это такое инфекционное вирусное заболевание, которым болеют все теплокровные, в том числе и человек. И самая большая опасность бешенства в том, что от него нет лечения. Если животное заболело бешенством, то оно погибнет. Если человек заразился бешенством и ему не была оказана вовремя помощь, то такой человек тоже умрет. Заражаются бешенством при укусах инфицированных животных. Вирус в большом количестве выделяется у них со слюной. И когда происходит укус, важным условием должно быть повреждение кожи, чтобы кожа повредилась и слюна попала. Тогда человек заразится. Также есть еще случаи, когда слюна может попасть на слизистые оболочки. Например, в литературе описан такой случай, когда группа спелеологов спускались в пещеру, и одному из них попала в глаз слюна летучей мыши. Так вот, такой человек тоже впоследствии умер от бешенства. Поэтому, что важно понимать, страшен не только сам укус, и таким способом можно заразиться. А есть передачи инфекции со слюной. А люди некоторые считают, что слюна, и в частности собачья, она очень полезна для заживления ран и так далее. Поэтому не стоит облизывать рану, если вас укусили. Ни самому, ни давать это делать собаке. А что нужно делать? Самое первое средство это промыть рану обильным мыльным раствором. Как это лучше сделать? Берете пластиковую бутылку, набираете теплой воды, добавляете жидкого мыла, все это потрясли, и таким образом на рану под давлением выливаете. То есть, вся гадость оттуда будет вымываться. Это первое средство, которое нужно предпринять, если вас укусила кошка или собака. Что делать дальше? Все будет зависеть от того, кто вас укусил и при каких обстоятельствах это произошло. Например, если вас укусила домашняя кошка или собака, которую вы знаете, наблюдаете, знаете, что она не выходила на улицу, не общалась ни с какими другими животными, или может быть она вообще была привита против бешенства. Это одно дело. И совсем другое, когда вас укусила бездомная собака, которая вела себя неадекватно, агрессивно. Или того хуже, когда, например, при прогулке по лесу вы встретились с диким животным, которые вообще людей должны бояться и никогда не подходить к человеку. И если животное дикое подходит, ластится, вот это к лисам относится, то это значит, что явно с ним что-то не то, какие-то уже есть нарушения, и скорее всего оно инфицировано. Поэтому от таких животных вообще нужно держаться подальше. После того, как вы обработали место укуса мыльным раствором, лучшим решением будет обратиться к врачу. Я думаю, вы слышали о том, что если укусит собака, делают 40 уколов в живот. Да, так было раньше, но теперь уколов делают не 40, а всего 6. И если животное, которое наблюдать возможно, то есть за ним можно установить наблюдение, то за ним следят 10 дней, и возможно даже не потребуется делать 6 уколов. Сделают несколько уколов, и если у животного, которое вас укусило, никаких клинических признаков за 10 дней не проявится, то курс уколов прекратится. Если же за животным возможности установить наблюдение нет, то придется проходить весь курс из 6 уколов.